В эти два стакана, поставленные носиками вплотную друг к другу, мы залили дистиллированную воду. В стаканы опущены электроды, подсоединенные к источнику высокого напряжения. Установим на источнике напряжение 10 кВ и начнем отодвигать один стакан от другого. Удивительно, но вода при этом не разрывается, и между носиками повисает тонкий водяной мостик, соединяющий воду в обоих стаканах. Мостик вытягивается, но его диаметр почти не меняется. Сейчас длина мостика составляет 12 мм, а его диаметр равен 1 мм. Можно проделать этот опыт и в обратном порядке. Разведем носики стаканов на расстояние в 1,5 см. Включим высокое напряжение и будем постепенно сдвигать стаканы. Между носиками бьют искры, из них вылетают заряженные капли и целые струи воды, а затем одна из струй замыкает электрическую цепь и образует устойчивый мостик. Когда между сосудами с водой создана разность потенциалов в несколько киловольт, в воде происходит перемещение свободных зарядов, и наведенные заряды противоположных знаков притягиваются друг к другу, вытягивая струи воды и замыкая мостик. Что же удерживает этот мостик на весу и почему он не падает? Дело в том, что на конце мостика действуют силы поверхностного натяжения, и их равнодействующее направлено вертикально вверх. Именно она компенсирует силу тяжести, действующую на мостик. Но какова роль электричества в этой истории? Будет ли держаться уже полученный мостик, если мы отключим высокое напряжение? Сделаем опыт. Будем постепенно уменьшать напряжение и заснимем мостик на скоростную камеру. Когда напряжение падает до 6 киловольт, мостик под действием поверхностного натяжения разрывается на несколько капель. Стало быть, роль электрического поля состоит в том, что оно препятствует развитию неустойчивости релея плато, из-за которой водяной цилиндр рвется на капли. Представим себе, что на мостике образовалась перетяжка. Плотность тока в ней увеличится, а тем самым по закону Ома увеличится и напряженность электрического поля. Ориентированные по полю полярные молекулы воды втягиваются в область более сильного поля. Давление воды в перетяжке увеличивается, и она исчезает. А теперь подсветим мостик фонариком. Мы видим, что над ним поднимаются завитки водяного пара. Это означает, что вода в нем нагревается до температуры, близкой к температуре кипения. На мостик подано напряжение 10 кВт, и по нему течет ток 0,2 мА. А это означает, что в мостике выделяется тепловая мощность 2 Вт. Без теплоотвода вода в нем закипела бы через несколько секунд. Однако выделяемая мощность затрачивается на испарение горячей воды. В мостик подводятся все новые порции холодной воды, и он может висеть между стаканами в течение многих минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова